Я хочу рассказать о COVID-19. Это, наверное, многие слышали, такой стандарт, более правильно, наверное, говорить, как методология или бизнес-модель. Собственно, в английском оригинальное слово «фреймворк» используется. В общем-то, этот год появился такой удачный на всевозможные стандарты. Вот после меня докладчик, насколько я понимаю, будет рассказывать про ITIL четвертой версии, который также появился буквально в начале вот этого года. Я расскажу про COVID и, собственно, то, что изменилось вот в этом известном стандарте, в этой методологии, вот, по крайней мере, вкратце попытаюсь обосновать. Значит, ну, я сотрудник компании КПМГ, это представитель большой аудиторской четверки и на практике достаточно много лет работал в области IT-аудита и, в том числе, использовал стандарт COVID. И мне просто даже приятно упомянуть о том, что первый свой проект по COVID, ну, естественно, другой версии, предыдущей четвертой версии, я сделал именно в Санкт-Петербурге для одного из крупнейших по тем временам банка, промстройбанка Санкт-Петербурга, сейчас это ВТБ часть, и просто, я помню, в социальных сетях там шла дискуссия вообще, насколько применим COVID в России, вот, и там были аргументы, что, ну, банки там из первых полутора сотен, наверное, используют отнюдь. Вот вам пример, ВТБ, достаточно немаленький банк, есть еще такой банк Сбербанк, где тоже используется COVID, ну, и самое главное, наш банк, Центральный банк Российской Федерации, использует COVID как стандарт внутреннего IT-аудита для самих себя, это о чем-то говорит, вот. Ну, собственно, кроме того, что я работаю в КПМГ, как общественная работа, я являюсь членом московского отделения ИСАКО, ее вице-президентом, это как раз та ассоциация, которая разработала стандарт COVID и другие стандарты, вот в этом году, кстати, ассоциации исполняются 50 лет. Технические проблемы мы победили. Итак, наверное, большинство из вас помнили COVID предыдущей версии, значит, последняя версия была пятая COVID, и, собственно, особенности вот этого стандарта, этой методологии, это что он достаточно широко использовался и внедрялся, и использовался в том числе для контроля и аудита среды контроля в области информационных технологий. Ну, вы знаете, наверное, что среда контроля должна быть как потребованием стандартов финансового аудита, так и по требованию вот этого страшного американского закона Сарбанса Оксли или Сокс, как сокращенно называется, но он применим не только для американских компаний, но для тех всех, которые котируются на американских биржах, в том числе некоторых известных наших. Вот, вот COVID является, собственно, зонтичной методологией, которая связывает, собственно, цели бизнеса с другими айтишными стандартами. Идея вообще COVID – это руководство, или вот английское слово «garments» – информационная технология на основе баланса рисков и преимуществ для достижения бизнес-целей. Собственно, уникальность COVID, что появилась с четвертой версии – это связь бизнеса и айти. То есть, однозначно есть соответствие между целями бизнеса и целями айти, что позволяет, с одной стороны, понять, что хочет бизнес и как, с помощью каких процессов это может реализовать айти-функция, и наоборот, айти-функция может обосновать ли бизнеса те или иные свои инициативы. Значит, если помнить последнюю версию COVID-5, то это было 37 процессов. Из них только два по информационной безопасности. Обратите внимание, из последней до декабря прошлого года версии COVID-5, просто распространенный у нас достаточно широко в ряде организаций. 37 было процессов, из них только два по информационной безопасности. Но это, в общем-то, давало возможность использовать COVID для тех областей, которые не покрыты стандартами в отношении информационной безопасности. Ну, в общем-то, очевидный факт, что в основном регуляторы, вот эти требования compliance, они сосредоточены в области информационной безопасности и правеси, вот, персональных данных, да. Вот, в отношении же таких процессов, как эффективное управление айти-проектами и так далее, регуляторов, это гораздо меньше волнует, если волнует вообще. Вот, то есть это, собственно, дело акционеров, вот, насколько они эффективно используют ресурсы. А вот COVID позволяет вот это делать, показывая примеры лучших практик, метрик и организационных структур. Обращаю внимание, что в COVID, в отличие от других стандартов, например, ISO, есть примеры метрик, то есть, вот, по которым можно сравнивать работу айти-департамента, в том числе и B. Вот, собственно, можно измерить уровни зрелости. Это вот был такой термин, наверное, вы слышали, уровни зрелости процессов от нуля до пяти, да. Значит, эта терминология была распространена до COVID-а 4.1, в COVID-а 5 появилась такая термин, возможности, но похожая, тоже от нуля до пяти. И вот что интересно, что вот эту идею с моделями зрелостями, это перешло, например, в известный, упоминаемый нами вчера, стандарт Банка России, ИСТО, БР и ББС 1.0, мне приходилось принимать участие в его создании на свое время, и потом 382П, ГОСТа и так далее, потому что, ну вот, Центральный банк стоял на распутье. Было, значит, два варианта. Либо пойти по пути оценки вот исключительно строгих стандартов, которые как ИСО 27.01 или PCI и DSS, где нельзя быть, да просят меня представительницы прекрасного пола, немножко беременной. Там надо же соответствовать или не соответствовать, то есть там либо зачет, либо не зачет. Значит, по КОБИТ уже подход как на экзамене, от нуля до пяти можно соответствовать какому-то уровню. Ну, в свое время Центральный банк взял за основу модель четвертого КОБИТа, и до сих пор эта модель присутствует. Значит, там у них целевой уровень четвертый. Значит, ну, в то же время в КОБИТе 5, который пришел на смену четвертому КОБИТу еще в 2012 году, то есть 7 лет тому назад, вот эта модель оценки зрелости была совершенно пересмотрена. Взяли за основу стандарт ISO 15504, и там, собственно, очень большие сложности стали в реальной оценке. Непростая стала вообще сама оценка. И самое главное, если как ни стараться, редко кто получит выше первого уровня, потому что там первый уровень считался, если процесс достигает своих целей. И поэтому многие были разочарованы в некоторых странах, таких как Турция, например, где КОБИТ вообще обязательно по закону для всего финансового сектора, по всем процессам проходить обязательно внешний аудит. Они, в общем-то, сопротивлялись переходу на пятый КОБИТ. Ну и, собственно, конечно, вот в пятом КОБИТе, который вышел 7 лет тому назад, не были учтены вот эти последние хайпы, направления, да, такие как Digital Transformation, блокчейны, agile, вот о чем вчера говорили, и прочие моменты. Ну и, собственно, модель была достаточно широкая, общая, не учитывала специфики предприятия. Вот, собственно, я уже упоминал, что КОБИТ – это зонтичная методология. Вот после меня, я понимаю, будут рассказывать про ITIL. И вот здесь, собственно, показана роль КОБИТ. То есть на самом верху КОСА-Базель – это общекорпоративные стандарты, которые покрывают практически все области, все виды рисков, допустим, Базель, да, включая там и стратегические, кредитные и так далее, и операционные. Вот КОБИТ же – это вот если пятые 37 процентов, потом скажу, сколько появится в КОБИТ-2019, он покрывает гораздо больший, как бы, диапазон, но в то же время он более глубокий. Там есть определенные детали. И есть вот зеленый эллипс, который достаточно, конечно, уже, чем КОБИТ, потому что, я говорил, в КОБИТе всего два процесса касаются информационной безопасности. Это вот пример 27.01, сюда можно отнести PCI-DSS, к этому блоку, и, естественно, российские нормативные акты в области информационной безопасности. ITIL там побольше, в основном пересечение идет в части сервисных процессов, IT-сервисов, ну, и СО-9000. Обращаю внимание, что, собственно, одной из приспосылок разработки вот новой версии КОБИТ-2019 являются, как бы, нужды профессионального сообщества. Вот последнее исследование, здесь вот ссылка, у вас, естественно, будет эта презентация. Значит, можно посмотреть по результатам опроса в мире руководителей, там, в частности, служб аудита, вот какие проблемы их волнуют, и как раз вот здесь сказано и про нехватку кадров, и необходимость того, чтобы отразить специфику цифровой трансформации, но и в то же время больше половины организаций используют КОБИТ как зонтичный стандарт. Вот здесь кратко описана, собственно, история КОБИТа, которому скоро уже исполняется четверть века, и в декабре прошлого года вышли все четыре книжки, новые КОБИТ-2019, как раз, может быть, к юбилею Исака Ассоциации, которой 50 лет в этом году. Значит, собственно, вот эти две книги, это КОБИТ-фреймворк. Раньше была одна книга, КОБИТ-5 фреймворк, она, кстати, есть на русском языке, и я входил в команду переводчиков, которые готовили официальный перевод, она есть на сайте Исака бесплатно. Значит, сейчас две книги фреймворк, то есть основная методология. Вот первая книга «Интродакшн», она совсем краткая. Кстати, здесь нарочитые идут слайды на английском языке, потому что официального перевода еще нет, я не беру на себя смелость, значит, как-то пока еще трактовать. И самая интересная книга «Гарманс и менеджмент объективс» это детальное описание по каждому, по каждой цели руководства управления, или более точнее, по каждому процессу, там тоже есть. Сейчас появилось процессов больше. Ну, принципы Кобита несколько расширились, я не буду вдаваться в детали, обращаю внимание, что появился новый принцип, который называется «Tailored Enterprise Needs». То есть именно пошив по фигуре, значит, с помощью некоторых факторов сейчас появилась возможность настроить эту модель по требованиям предприятия. Ну и, собственно, как раз вот этот каскад целей, который идет от потребностей заинтересованных сторон, трансформируется в бизнес-цель или цель-предприятие. «Alignment Goals» — это вот то, что раньше называлось в пятом копите «IT», «Goals» — цели IT. И, наконец, идет в цели по руководству и управлению. Значит, это, в частности, цели процессов. Ну, это можно увидеть на примерах. Вот то, что раньше называлось сложным, непонятным даже для английского уха «Enablers», теперь называется «Components», как бы просто и ясно, компоненты. Вот семь компонентов, значит, вот вы видите название процесса, организационные структуры, информация, навыки и компетенции. По каждому из этих компонентов, для каждого из уже теперь 40, вот новая цифра, да, вот этих разделов или менеджмент-объектив, в том числе и процессов Кобита, есть детальное описание. Ну, вот пример бизнес-цели или вот Enterprise Goals. Их 13. Вот я выделил, допустим, такую цель управления программой цифровой трансформацией. Вот программа партии требует у нас, да, чтобы была цифровая трансформация. Пожалуйста, выбираем эту бизнес-цель с помощью каскада. Мы придем, какие IT-цели мы должны внедрить и какие IT-процессы должны подключить. Все достаточно прозрачно. И вот это, собственно, ключевой слайд, который демонстрирует, как работает Кобит-2019. Обратите внимание, вот внизу черные квадратики – это публикации. Вот первые две – вот это фреймворк, основная методология. Наверху – это introduction, вот это краткая книжка. Потом идет Gauss Mesh Objectives. Это очень толстая книжка, больше 300 страниц. По каждой из 40 вот этих объектов или процессов детально все расписано. Вот последнее – это implementation guides. Это примерно то, что было и раньше в пятом Кобите. Как внедрять там с помощью семифаз, цикл и так далее. Вот там принципиально мало что нового. А вот что принципиально нового – появилась книга Design Guide. Значит, где вот, собственно, работают вот эти шестеренки, да? Появились так называемые дизайн-факторы, которые позволяют нам шить костюмчик IT-модели под себя. И появились новые фокусные области. Значит, ну, фокусные области новые, по ним еще публикации готовятся отдельно. В частности, по девопсу. По SME – это малые и средние предприятия. Потому что по умолчанию Кобит считается применимым в полном размере, если число сотрудников больше 250. Они считают как бы вот это классическим предприятием. Если меньше, вот будет отдельная фокусная арена среднего и малого предприятия. И вот, наконец, вот эти самые интересные новизна, дизайн-факторы – это стратегия предприятия, ее цели, как бы важность IT и так далее. По результату работы вот этих шестеренок есть такая замечательная эксельная табличка, которая называется Toolkit, которая идет в дополнение вот к этой книге «Design Guide». Вы там можете поиграться. Вам там выстроится автоматом рекомендуемый целевой уровень по каждому из процессов, по каждому из objectives. То есть, допустим, третий, четвертый и так далее. И самое главное, вот эта модель, она вернулась опять к доброму старому четвертому Кобиту. То есть, CMMI модель, не ISO 15504. Возможно, потому что ИСАКО просто прикупила SMMI-институт, и не нужно было ей делать вот эти танцы продолжать с ISO. Гораздо более прозрачная модель. И теперь банки и другие организации могут уже, опять, как было раньше, иметь уровень второй, третий, четвертый. Просто по-другому считается. И для каждого процесса есть детальное описание требований. Вот, собственно, те добавленные факторы дизайна, которые учитываются. Ну, допустим, стратегия предприятия, для примера. Она может быть там консервативной, может быть ориентированной там на новизну, на риск, если статарп какой-то и так далее. Вот, может быть, ландшафт угроз сильный там или слабый. Вот, adoption strategy в отношении технологий, это вот насколько предприятие там следует, самый новым каким-то трендом в хвосте плетется или в первую очередь внедряет и так далее. Вот, ну и вот интересно, модель аутсорсинга присутствует. То есть с помощью вот этих факторов можно указать их в модели и, повторяю, вам будет предложен некий такой целевой уровень. И вот сейчас уже, видите, 40 вот этих management objectives, вот это ключевой слайд, да, значит, 40, которые разбросаны по пяти доменам или областям. На самом верху это стоит governance, то есть стратегическое управление, за что отвечает обычно управление и совет директоров, да. Дальше идет блок планирования, блок, собственно, внедрения и дальше идет в самом низу блок текущей поддержки и обеспечения. И справа блок, связанный с мониторингом, внутренним аудитом и так далее. То есть вот красненьким здесь обведены те новые, добавленные совершенно, management objectives, квадратики, которых раньше не было. Раньше было, помните, 37. Вот принципиально новое, это вот manage data, это большие данные, аналитика и так далее. То есть там тоже детальные рекомендации, метрики и так далее. Ну, что касается управления проектами и управления assurance, это обеспечение уверенности, это несколько обобщенный термин по сравнению с аудитом. Это, конечно, раньше было, просто оно было размазано по другим квадратикам, а сейчас это отдельно выделили. И вот, собственно, вот эта модель от 0 до 5 уровней, она, вот как во всех кобитах, она здесь присутствует. Но только здесь смотрите, что произошло. Если раньше в пятом кобите, кто его когда-нибудь открывал, там видел детальные требования только для первого уровня, вот как бы осуществленного, то теперь для каждого из этих 40 процессов, для каждого прописаны, значит, критерии. То есть выполняются вот эти activities, вот эти действия, все, вот, допустим, требуемые для третьего уровня, мы уже на третьем уровне находимся, ну и так далее. То есть это прозрачно, ясно, четко, вот, и, конечно, повысит чисто психологический уровень, на котором находится организация. Ну, просто другая шкала, вот и все, которая была раньше и в третьем, и в четвертом кобите, шкала, которую использует и Банк России, вот, для своих нормативов и так далее. Ну, собственно, вот, это четыре фазы, по которым идет настройка, вот, с помощью вот этих дополнительных факторов дизайна. То есть мы определяем вот из этих 13 бизнес-целей, которые нам приоритетны, допустим, цифровая трансформация или повышение отдачи от IT финансовой, там, или там что-то еще. Вот, накладываем другие факторы, которые здесь указаны, включая, там, сорсинговую модель, модель угроз, там, по рискам больше 15 всевозможных, там, спецификаций и так далее. И на выходе получаем, как бы, рекомендуемый целевой уровень. Ну, вот, это четвертая книжка, последняя, значит, которая вышла. Это «Имплементейшн». Она просто небольшая редакторская оправка, то, что было в предыдущем, там, в пятом кобите. Вот, семь фаз внедрения от инстанции программы до уже ее пересмотра на седьмой фазе. Вот, просто похоже на циклы 50, вот, как 2701, но просто, ну, более детально. В общем-то, стандарты, которые учтены в кобите 2019, как в зодичном, они не противоречат, а учли вот эти все действия. Вот, видите, тут стандарты 2018 года даже есть. Вот, только ITIL, я вижу, они не успели, значит, вот, четвертые, по которым будут рассказывать. Вот, ну, ИСО, вся вот эта серия учтена, естественно. Вот, ТАГАФ, это по IT-архитектуре. В принципе, по КОБИ 2019 можно сдать экзамен, он там два часа буквально там идет. Сдавать можно онлайн, не выходя из дома, вот, и получить результат. Вот, есть курсы, ну, где теоретически основы рассказываются, вот, два дня. Вот, по этим ссылкам можно посмотреть информацию. Значит, ну, среди, как бы, тренеров на данный момент в мире только шесть человек насчитывает право преподавать по этим курсам, среди которых ваш покорный слуга в мире. Вот, ну, собственно, все, что я хотел рассказать, если есть какие вопросы, вот, по этой новой методологии. Субтитры создавал DimaTorzok